Здравствуйте, это Актуальное интервью, я Андрей Погорелов, и мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, председатель территориальной избирательной комиссии города Якутска Алла Самойлова, говорить мы будем о подготовке к выборам президента России. Алла Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать вас в нашей студии. Как сейчас идет подготовка к выборам непосредственно в городе Якутске? В городе Якутске у нас увеличилось количество избирательных участков. На предыдущих выборах 5 лет назад у нас их было 114, сейчас у нас будет 119. Специально открыты два участка по месту временного пребывания избирателей. Это в больницах крупных, это в Национальном центре медицины и в Центре экстренной помощи. То есть для того, чтобы больные, все, кто в этот день окажется в больнице, они смогли проголосовать специально. Потом у нас сформированы уже составы участковых избирательных комиссий. Идет такая, я бы сказала, плановая работа. Мы методически обеспечиваем, документами обеспечиваем участковые избирательные комиссии. Скоро начнется их обучение. Ну и, соответственно, сейчас мы вступили в этап информирования избирателей о том, какие изменения в избирательном законодательстве произошли, какие новые возможности появляются у избирателей. Давайте перед тем, как мы об изменениях поговорим, поговорим немного о кандидатах. Изначально список составлял 46 кандидатов приблизительно. Сколько на данный момент их и обновляется ли список, где желающие проголосовать смогут понаблюдать, как изменяется список? Ну, вообще комиссия, которая организует эту избирательную кампанию, это Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Поэтому на ее сайте ежедневно вы сейчас будете видеть изменения в составе кандидатов. До 31 числа все кандидаты выдвинуты в порядке самого движения. То есть те, кто собирал подписи избирателей, у них еще есть возможность сдать эти подписи. Ну и, соответственно, комиссия почти, наверное, в ежедневном, я думаю, режиме будет заседать, рассматривать эти подписные листы и имея документы кандидатов, и количество кандидатов будет увеличиваться. Но в настоящее время зарегистрировано 4 кандидата. Ну а дальше будет уже видно, кому-то, возможно, откажут в регистрации в соответствии с законом, если документы не в полном объеме или нарушения найдут в подписных листах. Ну а остальные будут зарегистрированы. Поэтому я думаю, что избиратели, те, кто интересуется этой темой, пожалуйста, отслеживайте эту картину на сайте Центра избиркома России. Ну вот как раз-таки об изменениях. Вот на этих выборах граждане могут проголосовать не только по прописке, как это было всегда у нас, а по месту фактического нахождения. Что это значит? Ну вообще-то, конечно, такая серьезная инновация. Я считаю, в избирательном процессе всегда была проблема, как проголосовать избирателю, если он в день голосования находится не по месту своей регистрации. Отправили в командировку, уехал к родственникам или работает, не имеет регистрации. И сейчас, конечно, законодатель хорошо подумал над этим, как это искоренить. И появилось такое понятие, как принятие участия в голосовании по месту нахождения. Что это значит? Это избиратели в определенный законном срок могут подать заявление, то есть известить о своем желании проголосовать не по месту регистрации, то есть не там, где вы обычно ходите голосовать, где вы в списках избирателей, ну а где-то в других участковых комиссиях. Ну и, соответственно, наше дело, наша комиссия обработать эти заявления, довести до сведения тех комиссий, куда избиратель закрепляется. Ну и уже в день голосования человек придет и проголосует. На чем бы мне хотелось заостыть внимание наших избирателей, в том, что законом ограничен срок подачи этих заявлений. В принципе, этим правом вы можете воспользоваться с 31 января. Можно подать заявление в территориальную избирательную комиссию, в МФЦ, через портал Госуслуг. А с 25 февраля наши участковые комиссии, ну известные вам, которые вы обычно ходите голосовать, откроют свои двери для избирателей, и туда можно будет подойти и подать аналогичное заявление. Но прием заявлений заканчивается 12 марта, и после 12 марта подать заявление можно будет только в участковую комиссию, где вы зарегистрированы, где вы включены в списки избирателей. Ну в чем здесь как бы разница? То есть, если, например, я гражданин, ну в смысле, я гражданин Российской Федерации, я житель республики, и сейчас, например, находилась бы в Москве. То есть, 31 числа я подать такие заявления могу и в Москве. То есть, там могу подать в Москве, что я в день голосования буду, например, находиться в Санкт-Петербурге, их сама, я житель Якутска. То есть, все это возможно в любой комиссии. А вот именно с 13 марта это возможно будет только по месту своей регистрации. Но это сделано для чего? Это для тех избирателей, у которых как-то именно в приближении до дня голосования как-то изменилась ситуация. То есть, отправили в командировку какие-то семейные обстоятельства, человек переместился с места на место. Вот тогда только это будет возможно. А так, мне кажется, эта система, ну мы первый раз будем ее применять, посмотрим, в чем ее плюсы и минусы. Но на первый взгляд, мне кажется, что она достаточно хорошо как бы обработана. У нас появляется, конечно, дополнительная нагрузка на участковые комиссии, потому что им придется оформлять большое количество документов, подтверждающих и так далее. Но здесь, мне кажется, если избиратели, даже можно будет переместиться с улицы на улицу. Вот мне бы хотелось заострить внимание тех людей, которые по долгу службы будут работать в этот день. Например, у нас на участках всегда охрану, общественная порядка, например, полиция обеспечивает. Врачи работают, например, в этот день. Ну, многие там, я не знаю, в магазине в этом работают и так далее. То есть, можно закрепиться на участок, который находится рядом с твоим местом. Вот если полиция в день голосования дежурит на участках, она, в принципе, эти там можно на этих участках проголосовать. Члены участковых комиссий могут не по месту регистрации, а у себя там, где они работают членами участковых. Поэтому, не знаю, мне кажется, что если избиратель хочет... Ну, самое главное, заявку заранее подать. Да, да, оно никакого труда не составляет. У нас сейчас внедряется, ну, везде же информационные технологии, компьютеризация процесса, минимизация ручного, так сказать, труда. И вот у нас сейчас на всех участковых избирательных комиссиях будут установлены так называемые АРМППЗ, автоматизированное рабочее место пункта приема заявлений. То есть, вы придете с паспортом, например, ваше заявление будет оформлено, даже писать ничего не надо. Ну, если избиратель хочет, он, конечно, может и сам лично запомнить это заявление. А так, там все ваши данные будут несены. Самое главное, что избиратель должен четко представлять, куда он перемещается. То есть, если, например, я еду в Санкт-Петербург к своим родственникам, я должна понимать, хотя бы на какой улице я буду в этот день находиться. Тогда, конечно, специалисты участковых избирательных комиссий, они определят номер участок и на конкретный закрепят. То есть, принципиальное отличие от открепительных удостоверений заключается в том, что если раньше избиратель брал открепительное и мог голосовать на любом избирательном участке, то сейчас, получается, вы сможете проголосовать только на том участке, который вы указали в своем заявлении. Ну и, конечно, здесь законодатель ставит препон тем, кто хочет воспользоваться этой ситуацией, например, проголосовать несколько раз. Это не получится, потому что в систему ГАЗ-выборы будет введена информация о всех вот этих движениях избирателя. И если вы, например, подали несколько таких заявлений, ну, условно говоря, в территориальную подошли, в ВФЦ подошли, в участковую избирательную комиссию подошли, то все равно этот факт будет выявлен, и избиратель решается право проголосовать. То есть, об этом, конечно, специалисты будут предупреждать, когда он будет подавать заявление. Ну вот еще коротко, вот адреса режима работы, где, куда подавать. Ну, в территориальной комиссии вы можете подавать заявление. Мы находимся в окружной администрации города Якутска, ну, или, как просто говорят избиратели, в мэрии города Якутска по адресу проспект Ленина, 15, напротив кинотеатра «Центральный», на первом этаже наш пункт приема заявлений. И вы можете туда подойти в рабочие дни с 9 до 19, с обеда на период у нас с часу до 2, и в выходные праздничные дни с 10 до 14. А участковые избирательные комиссии с 25 числа, они начнут работать с 13 часов до 20. То есть, это время, которое позволяет человеку и после работы зайти. То есть, мне кажется, что в этом смысле мы сделали удобный режим работы для наших избирателей. Алла Георгиевна, мы затронули тему как раз-таки лиц, которые без регистрации. Вот как они будут голосовать? Насколько их схема действий будет отличаться от тех, которые хотят голосовать не по прописке? Это также касается больных студентов. Да, у нас есть отдельная категория избирателей, у которых на день голосования по разным причинам, например, не будет отметки в паспорте о их регистрации. Это могут быть люди, которые только приехали, например, в город Якутск. Это могут быть те, кто купил квартиру и не успел прописаться по новому адресу. Для них, они граждане России, это самое главное. И если у них есть паспорт на руках, значит, у них есть право и голосовать в том числе. Они также могут подойти вот в эти же сроки, подать в любую комиссию, и тогда в этой комиссии они будут голосовать в участковой, например. Или у нас специально всегда на выборах федеральных организуется специальный участок. Он находится в спорткомплексе «50 лет победы» по адресу улицы Орженикидзе, 28. Можно будет уже с 20... Вот у них преимущество есть перед избирателями с регистрацией. Они могут подать заявление и в день голосования, то есть 18 числа. Но тогда им надо будет подойти только на этот конкретный участок, то есть не по всему городу, а именно вот в «50 лет победы». Что касается больных, студентов, да, ну, улиц, которые в день голосования окажутся в больницах, то работа эта будет организована через руководителя лечебного учреждения. Он подаст списки в участковую избирательную комиссию на территории, в которой находится эта больница. И уже путем сбора заявлений у тех, кто желает проголосовать, эти больные как бы будут обслужены. Ну, а студенты, мы будем рекомендовать им обратиться в те участковые избирательные комиссии, где они обычно голосуют. У нас, например, на территории СВФУ четыре участковых избирательных комиссии, две комиссии у нас, одна, вернее, есть в ЕГСХ, ну и так далее. Практически во всех специальных учебных заведениях есть участковые комиссии в зданиях учебных. Алла Георгиевна, сколько сейчас избирательных участков оснащены системой видеонаблюдения и КАИБА-МИТ? Ну, видим, мы все-таки столица города Якутска, и все новое, все инновации, они всегда применяются на наших участках, в том числе видеонаблюдение. Из 119 участков у нас будет применяться на 114, то есть за исключением больницы, это по положению, там видеонаблюдение не осуществляется. И в режиме видеотрансляции это будет до 20 часов, а после 20 часов в режиме видеозаписи. То есть теоретически, ну, можно будет посмотреть, что происходит, на каком участке. То есть у нас в городе на всех участках будет. А с КАИБами ситуация у нас не изменилась, как бы мы не хотели, чтобы количество комплексов обработки избирательных бюллетеней на территории города Якутска увеличилось, пока, к сожалению, нет. Всего на 42 избирательных участках у нас эти КАИБы будут применяться, то есть там же, где они и были. Но это связано с тем, что стоимость одного КАИБа, она достаточно велика. Одна машина стоит 210 тысяч рублей. Вот, поэтому всю страну одномоментно, конечно, не обеспечишь такой техникой, но Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, она предпринимает определенные усилия в этом направлении. И мы надеемся, что уже на осенних выборах, когда у нас будут выборы депутатов Государственного собрания Илтумен и выборы депутатов Якутской городской думы, все-таки КАИБы появятся на всех участках города Якутска. Нельзя, конечно, не поговорить об общественных наблюдателях, это еще одно нововведение этих выборов. И кто они, как будет организована их работа все-таки? Ну, вообще, да, это тоже инновация. Считается, усиливается контроль общества за деятельностью участковых избирательных комиссий. И желание общества проконтролировать, как работает участковая избирательная комиссия, соблюдает ли она закон, никто ли не ущемляет права избирателей в день голосования. Вот как раз и было предложено усилиями общественной палаты организовать наблюдение на участках. Насколько на данный момент, вот мы с вами сейчас беседуем, мне известно, что на каждом избирательном участке будет по два наблюдателя от общественной палаты. Ну, это, я так понимаю, будут общественники. Возможно, за счет там просоюзного, родительского какого-то движения, молодежного какого-то движения, это люди будут. Особых там требований к ним нету. Но самое главное, какие, кого их полномочия-то будут? Ну, полномочия их будут достаточно широки. Они могут подавать заявление, например, если увидят нарушение, они могут составлять жалобы и, соответственно, будут приниматься меры. То есть, если действительно участковая избирательная комиссия или кто-то, например, из участников избирательного процесса, который в этот момент находится на участке, нарушает закон, то мы будем только рады, если нам общественный наблюдатель укажет на эти наши нарушения. Алла Георгиевна, большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Я вам напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня гостью нашей студии был председатель территориальной избирательной комиссии города Якутска Алла Самойлова. А мы говорили о подготовке к выборам президента России. Также вы нашу беседу можете найти на нашем портале nvk.defis.online.ru Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий. Удачного вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова